Он отошел от окна. Ты, наверное, перегрелась на солнце. Дочь своими глазами, органами своих чувств, глазами своими увидела выстрел в окне. Она увидела, как один мужчина выстрелом из пистолета убил другого мужчину. Она увидела это своими глазами. Мать ее, не разобравшись абсолютно в происходящем и не увидев это, обратите внимание, как начинает на ровном месте подавлять и унижать и глушить органы чувства своей дочери. «Ты, наверное, перегрелась на солнце!» Послание между строк. «Ты не должна доверять органам своих чувств. Я хочу, чтобы и дальше ты была зависимым от меня ребенком, потому что ты такая ничтожная, послушная и несамостоятельная, когда, только благодаря этому я еще могу чувствовать себя молодой на фоне тебя. Ты, наверное, перегрелась на солнце». «Мама, я же говорю тебе, тебе показалось». «Тебе показалось». Что вы слышите в этой фразе? Какое послание между строк? «Не верь глазам своим». «Тебе показалось». «Этого не было». «Все было совершенно иначе». «Ты что-то себе придумала». «Тебе показалось». Видите, как происходит уничтожение доверия к своим органам чувства у дочери, руками и словами ее матери? «Тебе, наверное, показалось». Это важно замечать. Эти внушения, нацеленные на уничтожение доверия к органам чувства, для того, чтобы жертву сделать послушной и марионеткой, я и приглашаю здесь вас называть, либо просто негативными внушениями, либо манипуляциями, либо как их вид газлайтинг. О чем здесь и будет речь наглядно, используя в данном случае сцены из одной из серий сериала «Колумбо». «Я знала, что твой разум возьмет вверх. Это же глупо, им нужны более надежные свидетели». Дочка была свидетелем преступления. Она глазами своими увидела выстрел в окне, как один мужчина убил другого. Она сейчас сидит в замешательстве и ищет в себе силы, чтобы обратиться в полицию. А это важный момент. Обратиться в полицию, будучи свидетелем преступления, чтобы повысить вероятность того, что такое преступление не повторится в дальнейшем. И дочка ищет в себе силы. Сделать для нее этот шаг – позвонить в полицию. Она сидит и волнуется перед этим звонком. И обратите внимание на слова ее матери. «Я знала, что разум возьмет над тобой верх». «Я знала, что твой разум возьмет над тобой верх». Ведь нужно почетче что-то видеть, прежде чем в полицию-то звонить. Видите, как мать ее расщепляет внутренний мир дочери, разбивает его на маленькие куски. «Словно в дочери есть несколько функционирующих самостоятельно друг от друга сил. Есть разум, чувства, переживания, воспоминания, мечты, опасения, страхи». То есть, видите, как вот между строк происходит внушение в человека, может быть, и самых позитивных намерений, да? Кто ее знает? Хотя есть мысль о том, что люди хотят добра и себе, и другим. А что, если это не так? Есть люди, которые целенаправленно ищут возможность гасить и подавлять других людей, потому что видят в них конкурентов себе. Сталкивались с таким наверняка. Ну так вот. Какое расщепление и разделение внутреннего мира происходит? Твой разум. Хорошо, что у тебя хотя бы есть остатки разума. И хотя бы я могу не так сильно за тебя переживать, ведь в редкие мгновения остатки твоего разума берут над тобою вверх, доченька моя любимая. Ладно, пойдем дальше. А вы что-нибудь видели, мэм? Это моя дочь все замечает, офицер. Это моя дочь все замечает, офицер. Это она такая глазастая, все видит. Она вообще многое замечает такого, что и не происходит в действительности. Многое вот она замечает, дурочка такая. Видите, вот это между строк язвительное обесценивание дочери как субъекта. В воображении матери дочь является даже не человеком. Она просто ее мягкая игрушка. Мы даже не знаем, может быть, с самого детства мать так дочку подавляет. Хотя это не исключено. В силу чего будем наблюдать, что у дочки есть проблемы в жизни и сейчас. Мы будем плавно к этому подходить. Я считаю, что в этой серии просто так наглядно, интересно, вот иллюстрациями подробно показано, вот это взаимодействие с точки зрения подавления через газлайтинг, что это художественный материал, и я позволяю себе роскошь здесь лютовать, а иногда даже так художественно утрировать для большей наглядности. Это она все замечает. И может быть, вы сейчас услышали, как дочь не может не среагировать эмоционально. Мама прекрасно знает, как пожирать эмоции своей дочери, ее провоцировать. Они даже живут для этого вместе. Пошли. Понимаешь, я... Пошли. После актов бросания в направлении дочери различных нечистот, обратите внимание здесь, какая разница, что ты думаешь и что ты чувствуешь, доченька. Пошли. Да заткнись ты уже. Пошли. Видите, получив достаточное наслаждение, унижая свою дочь, мать начинает еще ей приказывать, пойдем и перестань хоть что-нибудь мне говорить. Какая разница, что ты думаешь и чувствуешь. Пошли, скотина. И здесь, конечно, смотрите, как правило, в результат взрослых взаимоотношений вносят вклад каждый из участников. Но в результат детско-родительского взаимодействия, как правило, ответственность на родителей. Здесь дочери может быть уже, и давайте представим, 28 лет. Но во взаимодействии с мамой она так та же пятилетняя дочка, которая чувствует боль от этих унижений, пытается хоть как-то показать, что ей больно от этого, ей не нравится. Какая разница, пошли. Поэтому здесь много мыслей могут подниматься на поверхность, а может быть и не надо ничего никому объяснять и оставить их им. То редкое мгновение, когда дочка почувствовала себе искренний интерес со стороны другого человека. Коломбо интересуется, чем вы здесь занимаетесь, а что это у вас за статуи, а расскажите о них подробнее. И дочка здесь начинает рассказывать. Мне нравится работать руками. Это отвлекает меня от текущей, постоянно ноющей боли в результате внушений этой съехавшей с кукушки мамаши. Ну так вот, конечно, смотрите, любому ребенку необходимо оправдать своих родителей и любить и принимать их по умолчанию, какими бы они ни были. Но это не всегда обязательно. Родители это не обязательно здоровые люди, которые желают добра. Бывает по-разному. И зачастую дистанцирование это единственная возможность сохранить себя живым. Итак, в тот редкое мгновение, когда дочка рассказывает Коломбо, чем она занимается, что вдохновляет и что ей нравится, слышите снова, какое обесценивание и унижение грязью изрыгает из рта своего мамаша в данном случае здесь. Альберт, чего ты так лютуешь? Да, может быть, изучив этот материал, такая же мамаша, хотя это маловероятно, увидит, как сама, с того не осознавая, подавляет близких себе людей. С одной стороны, хотя бы один раз скажет что-то по-другому. Здорово у тебя, доченька, получается. И Ли, изучив этот материал внимательно, человек на месте дочери поймет, насколько тщетны попытки пытаться объяснить что-то кому-то, который целенаправленно вас подавляет. Далее. Слышали, да, вот этот комментарий? Говорят, ей это помогает, какая-то это терапия, какая-то арт-терапия, странная какая-то словечка. Она где-то услышала, что если будет заниматься творчеством, то у нее в жизни что-то лучше станет. Дура тупая. Видите, как мама не только директивными внушениями и косвенными целенаправленно в отношении дочери бросает промазанные ядом стрелы, она еще это делает косвенно, когда рядом есть другие люди, общаясь с ними, унижая свою дочь. Я сейчас нахожусь на лечении. Я сейчас нахожусь на лечении, говорит дочь. Детали, что это за лечение, мы не знаем, и в первую очередь приглашаю я воспринимать вас этот материал как философскую притчу. Кроме того, смотрите, я сейчас нахожусь на лечении. И сразу, а чем обусловлено это лечение? Лечит таким образом она некую проблему в своей жизни. Правильно? Некое заболевание. То есть, что-то, с чем ей необходимо справляться этим лечением. Но это что-то, с чем она справляется, пытается во всяком случае этим лечением. Чем это вызвано-то? Наверняка отчет себя в этом не отдает. А может быть, это вызвано этими регулярными и последовательными, и систематическими стрелами, пропитанными ядом, которые летят в нее со стороны ее матери. И в то время, как она будет продолжать и дальше находиться в этом пространстве, вряд ли лечение поможет, каким бы оно ни было. Любой свежий огурец, оказавшись в рассоле, это лишь вопрос времени, что он пропитается рассолом и станет соленым. Зачастую благополучие человека это следствие того, кем он выбирает себя окружать, а кого выбирает он держать от себя подальше. И поэтому иногда важно найти в себе силы разрешить себе выбирать и решать. Но для этого важно помнить, что человек может видеть и осознавать и замечать только то во внешнем мире, что у него уже есть во внутреннем. Видеть такого рода внушения, вот эти послания и унижения крайне важно. И, как правило, если источника этих унижений в вашу сторону не будет, вы можете заметить, что почему-то каким-то волшебным образом жизнь становится лучше. У тебя всегда было болезненное воображение, даже когда ты была ребенком. Мать все никак не угомонится, ей все недостаточно. Даже сожрав дочь полностью, все равно ее желудок будет просить еще. Это как метафора в тему. У тебя всегда было какое-то болезненное воображение, даже когда ты была ребенком. Обратите внимание, как правило, как правило, слова, которые говорит человек, это мусор. Ключевым является жизненная позиция, которая спрятана за этими словами. Какая это позиция у матери с точки зрения плюсов-минусов, с точки зрения я-ты. Я в порядке, а ты нет. Я в порядке, я лучше знаю, что из себя представляет жизнь и как жить правильно. Я-то в порядке, хотя у этой матери жизнь сама из себя представляет разбитая корыта, а человек не может научить чему-то такому, как сам не живет. Она здесь потом, Коломбо признается, что и муж ее, так сказать, убежал сразу же от нее. Видимо, здесь, конечно, не будем говорить, что это ее ответственность, вклад во взаимоотношения вносят все, но и муженек, судя по всему, был подобран соответствующим образом, чтобы иметь возможность его унижать, вот он и не повелся на это и как-то себя извлек из этого пространства. Хотя, судя по всему, ягод как ягодки, в общем, вспомнил такую зарисовку. Итак, мать здесь в позиции, я-то самая умная, а ты нет. Хотя на каком основании она может хоть чего-то знать в этом мире. Человек может только то говорить, как он сам живет. Итак, жизненная позиция. Я-то в порядке, я плюс, а ты не в порядке, ты минус. Мне кажется, ты никогда не захочешь взглянуть в глаза действительности, мама. Может быть, мама с детства обвиняет напрямую или косвенно дочь свою, что это из-за нее у нее не сложилась личная жизнь. Но это все абсолютно вторично. Чем же обусловлена эта желчь? Может быть, много ответов на этот вопрос и больше тысячи причин, на мой взгляд, сейчас это вторично. Ключевым является то, что первая задача извлечь себя из такого пространства регулярных, систематических, постоянных унижений. Мне кажется, что ты совершенно запрещаешь себе хотя бы на мгновение посмотреть в глаза действительности и снова и снова втираешь себе сама в голову дичь, занимаясь какой-то ерундой и этим своим непонятным творчеством. Чем бы дочка не занималась, она бы слышала от матери одни и те же слова. Жаль людей, которые думают, что, чтобы заслужить расположение других, надо как-то по-особенному себя вести. Если у человека задача целенаправленно вас подавлять, что бы вы не сделали, это будет работать против вас. Чем раньше человек это поймет, тем лучше он будет жить и меньше нервов растратит на ровном месте. Скажи А. А почему ты говоришь А? Ты букву Б что ли не знаешь? Б? Ты же попросила А сказать. А вот сейчас говоришь Б. Вечно тебя надо о чем-то просить, прежде чем ты это сделаешь? Совершенно меня не любишь и не уважаешь, не ценишь, да? А и Б. А что ты сейчас две буквы говоришь? Ты что, помолчать не можешь хоть раз в жизни, чтобы не мучить меня своими этими буковками? Видите, вот эта зарисовка про А, Б и А и Б. Ну, я помолчу. А что ты сейчас молчишь? Ты букв совсем не знаешь. То есть чем бы дочь не занималась, мама бы все равно в данном случае жадно бы искала и находила повод ее продолжать и унижать дальше. Здесь вопрос не в том, а что делать матери, чтобы прекратить так жить? Да у нее запроса на это нет. Двери изменения открываются только изнутри. Квассальное количество людей всю жизнь мучают себя и других. И последнее, что в жизни они хотят что-то в этом поменять. не надо менять людей силой. Этот урок не для дочери и не для этой матери. Этот урок для тех, у кого есть желание это замечать и в этом направлении работать. Я не приводил вас сюда силой и не вонзал в уши ваши наушники или там динамики, чтобы вы это слушали и смотрели. Но это важная тема, о чем говорится редко, но это важно эти вопросы поднимать на поверхность. Как люди унижают друг друга и как важно выбирать, быть под градом этих ядовитых стрел или нет. Ты все еще думаешь, что такой человек мог без всякой причины застрелить кого-то? Дочь видела глазами своими убийства в определенной квартире через окно, когда там плавала на лодке. Но какая разница, видите, как жадно мама ищет повод снова и снова унижать свою дочь. Почему бы тебе просто не признать, что ты не слишком уверена? Потому что я уверена. Но вот ты сейчас говоришь, что ты уверена. Ты же понимаешь, что в глубине души ты не права. Единственный человек, который действительно знает, что происходит в твоем сердце, это я. Но почему ты все боишься это признать? Я же тебе говорю, как правильно жить и что необходимо делать, чтобы наконец все было хорошо. Да, тебе иногда кажется, что ты уверена, но ведь на самом деле это не так. Обратите внимание, да, я сейчас вот так утрированно сценку разыграл. Еще кроме того, какую ошибку совершает дочь, к сожалению. Она пытается матери человеческим языком что-то объяснить, но я уверена, я же видела это. И смотрите, каким будет удар от матери следующий, прямо по-больному, прямо ножом. Ты помнишь, когда ты была замужем за Томом, ты тоже была уверена? Судя по всему, в жизни дочери имеет место не самый веселый развод и соответствующие переживания и эмоции по этому поводу. Мама это прекрасно знает и вот здесь, не имея ничего с точки зрения аргумента, она припоминает это, достав свой серп, начинает вживую заниматься вивисекцией, используя для этого свою дочь. Неудивительно, твой чайник кстати перегрелся, то же самое, что ранее вы наблюдали, пойдем, пойдем уже, видите, причинение боли и потом, как ни в чем не бывало, пойдем, причинение боли и потом смещение фокусов внимания, твой чайник перегрелся. Опытный манипулятор знает, в каком случае стрелы, пропитанные ядом, достигают сердца, нужно стрелу пустить, а потом взять подорожник в свою руку и подложить его к бедрышку, видишь, как я о тебе забочусь, обрати внимание на мою заботу, то есть как-то сместить фокус внимания, или пустить эту ядовитую стрелу прямо в сердце и потом смотри, дождь совсем скоро начнет капать, что ты об этом говоришь, какая разница, дождь скоро пойдет. Мама, это не чайник, это кувшин. Какая разница, что это, если бы даже этот кувшин не начинал бы сейчас так давать о себе знать, я бы сказала, телевизор выключи, а то со мною разговариваешь, его не смотришь и электричество прожигаешь напрасно. Если бы Хелен смотрела на легкий флирт Тома иначе, возможно, они до сих пор были бы женаты. У матери, даже с посторонними людьми, все разговоры о том, какая у нее непутевая дочь. В чем значение этого явления в том, чтобы заранее любое окружение дочери программировать таким образом, чтобы они на эту дочь смотрели как на какого-то больного и ничего не понимающего в жизни человека. А что случилось с вашим мужем, миссис Уолтерс? Кто знает. 30 лет назад я послала его за едой из китайского ресторана. И с тех пор я ничего о нем не слышала. Мне пришлось воспитывать дочь самой с трехлетнего возраста. Я ужинала с генералом Холлистером. С генералом Холлистером? Если ты верно разыграешь свою карту, бурбон сегодня, шампанское завтра. Дочка ужинала с генералом. А в этой серии генерал и есть убийца, который понимает, что единственный свидетель его преступления это вот эта дочка и начинает за ней ухаживать, чтобы ее в себя влюбить и сделать ее для себя безопасной, чтобы она настолько ценила взаимоотношения с ним, чтобы никак против него не свидетельствовала. Красноречивым является здесь то, насколько дочка является, знаете, не имея у себя воображение в воспоминаниях модели взаимодействия мужчины и женщины, она готова потерять себя в руках любого, кто хотя бы минимальное внимание ей уделит. Еще важный момент. Разыграешь хорошую карту, может быть, тогда тебе повезет. Видите, какое проклятие посылает мать своей дочери? Тебе повезет в отношениях только тогда, когда ты будешь достаточно хорошую карту разыгрывать, достаточно кривляться, будешь манипулировать, и может быть, только тогда у тебя будет все хорошо. Во-первых, послание между строк это запрет проявляться так, как ты чувствуешь и какой ты являешься. Кроме того, это послание, что в отношениях ты всегда должна притворяться и быть не той, кем ты являешься. На самом деле и не удивительно, что и сейчас личная жизнь дочери представляет из себя разбитая корыта. Когда она встречалась с одним сомнительным молодым человеком, а сейчас верит мошеннику и думает, что это он влюблен в нее по-настоящему, а он так ей здесь лапшу на уши вешает. Как правило, человек рожденный в обмане, человек, над которым регулярно враньем издевались, у него даже нет возможности отделять зерна от плевел и замечать, когда ему врут, а когда говорят правду. Тоже важный момент. И кроме того, видите, у матери у самой личная жизнь разбитая корыта в данном случае, а человек по умолчанию лепит из своих близких себе подобных. Мне было плохо, и тебе будет плохо, дочка, поняла, и я все для этого сделаю, потому что мне так больно от одной даже мысли, что у тебя может жизнь сложиться лучше, чем у меня, и поэтому я тебя подавляю. Всего лишь один ужин с генералом Холлистером, и вы начинаете сомневаться в собственных словах. Совсем недавно она говорила, что этот человек застрелил другого. Несколько мгновений взаимодействия с этим генералом, который ее очаровал, и она уже говорит, нет, ничего такого и не было. И здесь Коломбо пробрасывает интересную мысль для размышлений. Надо же, как странно, всего лишь один ужин с этим человеком, и вы уже перестали доверять своим глазам. Для того, чтобы создать пространство и дать возможность вернуть это доверие своим глазам, вы можете доверять вашим органам чувству, все в порядке. Как правило, человек, который регулярно находится под градом таких издевательств, он уже доверяет не тому, что видит и слышит сам, а тому, что говорят другие, что он должен видеть и слышать. «Мы обнаружили тело, кто-то сбросил его в океан. Он думает, что я застрелил его. Важно не то, что я думаю, а то, что вы видели. Я ничего не видела. Миссис Стюарт, вы говорили иное. Это все обман света, идиотское отражение. Вы говорили мне, что отчетливо видели. Мне все равно, что я говорила вам. Я была не права. Вот она, природа газлайтинга, о чем прекрасно знает Коломбо, которую используют мошенники и преступники. Газлайтинг используют преступники и мошенники, чтобы заставить свою жертву сомневаться в своих реальных воспоминаниях и в своих органах чувств. Газлайтинг используют мошенники и преступники, чтобы сделать свою жертву послушной марионеткой. Манипуляция это воздействие на картину мира собеседника, чтобы сделать его послушной игрушкой, и газлайтинг в данном случае это яркий этому пример. Эта девушка совсем недавно говорила, что видела своими глазами преступление. А сейчас, после этих регулярных внушений и ее обработки, она уже сама от всей души верит, да ничего я не видела, ничего этого не было, мне просто показалось. Что же это такое, лейтенант? Похоже, у меня особый талант. Из всех мужчин, живущих на земле, я всегда выбираю самых неподходящих. Это она говорит после того, как поняла, что генерал реально убийца, что он использовал ее, чтобы нейтрализовать ее с точки зрения ее как свидетеля, и вот она сейчас плачет, что ж у меня за талант такой, выбирать самых отъявленных и наглых мошенников и плохих мужчин. Да, для того, чтобы понимать, кого в жизнь свою приглашать, а кого нет, важно прислушиваться к речи и к тому, о чем шла речь в этом уроке. Интересно, о чем этот урок был для вас? А сейчас разрешите, я покажу вам прием, я придумал его сам для противодействия такого рода манипуляция. Но я сейчас буду вас предупреждать. С точки зрения речи, если у вас собеседник целенаправленно занят тем, чтобы вас подавлять, нет никакого слова для того, чтобы его как-то, знаете, изменить, его поведение. Единственная возможность здесь, единственный способ противодействовать целенаправленному подавлению, это дистанция и сокращение контактов, а в лучшем случае и их прекращение. Итак, а теперь прием, который может быть полезным, когда такой возможности нет для того, чтобы сохранить себя живым для самого себя. Сейчас буду вам показывать этот прием. Мама, я же говорю тебе, тебе показалось. Итак, манипуляция. Тебе показалось. То есть, особенность манипуляции в том, словно здесь маме виднее, что видела ее дочь или нет. Итак, внутренняя защита от манипуляции. Так я называю этот прием. Тебе показалось. Я слышу манипуляцию, которые меня пытаются заставить думать, что у меня нет глаз, чувствовать замешательство по этому поводу и послушно делать то, что от меня сейчас потребуют. Замолчать. Но я выбираю думать, что у меня есть глаза и я не вижу ими, чувствовать радость по этому поводу и я настаиваю на том, я действительно это видел своими глазами и сейчас обращусь в полицию, вне зависимости от того, что ты об этом думаешь. То есть, видите, какие шаги? Я слышу манипуляцию, которые меня пытаются заставить думать А, чувствовать Б, делать С. Я выбираю думать Д, чувствовать Е, делать Ф. Еще примеры. У тебя всегда было болезненное воображение, даже когда ты была ребенком. У тебя всегда было болезненное воображение. Это манипуляция. Задача этой манипуляции в том, чтобы дочку заткнуть в очередной раз. У тебя всегда было болезненное воображение. Я слышу манипуляцию, которые меня пытаются заставить думать, что я не в порядке, чувствовать стыд по этому поводу и замолчать в то время как есть что-то, о чем я хочу сказать. Я выбираю думать, что со мной все в порядке, чувствовать спокойствие и выбираю уйти в другую комнату, прервав контакт, ничего не объясняя собеседнику. Видите, я слышу манипуляцию, которые меня пытаются заставить думать А, чувствовать Б, делать С. Вскрыть манипуляцию это значит разложить то, что этой манипуляцией проговаривается между строк. Потом сместить важно фокус внимания на то, что выбираете вы делать вместо того, чтобы болтаться на крючке манипулятора. Я выбираю думать вот это, чувствовать вот это и делать вот это. вы можете сказать «А как я буду это думать?» Это проговаривать вслух можно в формате упражнения для самостоятельной работы. Можно, вспоминая ситуации за день, вспомнить какую-то фразу, брошенную в ваш адрес, чтобы ее вот так проговорить по этой формуле раз десять. И вот очень важно, либо, например, вы какую-то рекламу видите в средствах массовой информации, в которой счастливая семья, потому что они пользуются вот этим маслом. Я вижу манипуляцию, которые пытаются заставить меня думать, что я не буду счастливым, если не буду пользоваться этим маслом, чувствовать страх, что если это масло не куплю, то у меня будет все плохо и послушно бежать в магазин. Но я выбираю думать, что все в порядке, это лишь маркетинговая уловка и рекламный ход, чувствовать радость, что я раскусил этот тупейший прием и выбираю не пользоваться этим маслом, продуктом и так далее. То есть это можно применять и проговаривать например в течение дня, чтобы до рефлекса донести свое внимание к этим манипуляшкам. Почему такого рода стрелы ядовитые попадают в сердце дочери? Потому что она вовлекается в бред этих манипуляций и пытается что-то объяснить и доказать. А здесь важно видеть это со стороны наблюдателя, видеть, а этот человек бросая вот этот манипулятивный крючок в ваш адрес, что он тем самым хочет и что выбираете вы вместо этого. И еще здесь есть такое возражение и оно уместно, а может быть там совсем другое подразумевалось то вообще. А вы накидываете гипотезы, то есть вы тренируете вашу способность размышлять о том, а что это за фраза. И как правило тело не врет, оно может подсказать. Если мне регулярно кто-то будет говорить, что ты умничаешь лысый очкарик, перестал бы ты свои уроки дурацкие записывать. Я слышу манипуляцию, которые пытаются заставить меня думать, что то, что я делаю, это неправильно, чувствовать стыд по этому поводу и прекратить заниматься творчеством. Я выбираю считать, что все со мной в порядке, видимо, человек не сел на какой-то гвоздь, что таким образом пытается снять свое напряжение, выбираю чувствовать, что все окей, и продолжаю записывать этот урок. То есть, видите, вот когда вы оставляете их им и создаете эту дистанцию между собой и словами другого человека, который пытается вас задеть. И давайте еще один пример. Мне кажется, ты никогда не захочешь взглянуть в глаза действительности. Мама. Я слышу манипуляцию, которые меня пытаются заставить думать, что я тупая и непонятливая, чувствовать стыд и замешательство по этому поводу и послушно спрашивать у мамы, как мне тогда жить, чтобы у меня все было хорошо, извини меня, пожалуйста. Но я свободный человек, и я выбираю думать, что со мной все в порядке. Я действительно глазами своими видела, как было совершено преступление, чувствовать радость от того, что я доверяю своим органам чувствовала и что я нашла в себе силы обратиться в полицию. А сейчас я выбираю не спорить. Можешь так думать и заниматься своими делами. Итак, сейчас вы увидите эту формулу на экране. Итак, на экране вы видите формулу для того, чтобы осознавать манипулятивное воздействие. Смотрите, зацепить крючком можно только того, у кого торчат петельки. кроме того, манипуляция против вас имеет силу только тогда, когда вы сами этой манипуляции силу даете. Когда вы осознаете эту манипуляцию, она уже не обладает над вами такой силой и властью, как если вы ее не осознаете. И для того, чтобы осознавать эти манипулятивные приемы, этот инструмент. манипуляция в ответ на это внутренне, я слышу манипуляцию, которые меня пытаются заставить думать А, чувствовать Б, делать С. Я выбираю думать Д, чувствовать Е, делать Ф. Имейте в виду, что у меня есть мой авторский тренажер «Защитись, договорись и насладись». Вот он такой прекрасный. Здесь есть карточки с манипуляциями. Здесь 75 манипуляций для того, чтобы тренироваться самостоятельно или в кругу ваших единомышленников или ваших клиентов. Можно тренироваться группой до 5 человек включительно. Итак, и сейчас из этого тренажера вот смотрите сколько здесь целых 110 карт. Прямо их большое разнообразие для выполнения тренировочных упражнений. Здесь кроме того есть 25 речевых стратегий. Если вот этот прием является внутренним для того, чтобы осознавать манипуляции, есть еще внешние речевые стратегии. Ну, например, «Вечно ты говоришь какую-то ерунду». Так, меньше всего мне бы хотелось, чтобы вы думали, что я говорю какую-то ерунду, хотя на мой взгляд то, о чем я сейчас говорю, это действительно то, что может быть полезным для наших взаимоотношений. Как ты смотришь на то, чтобы эту вот я вам сейчас показал один из 25 речевых приемов уже для внешней коммуникации. Таких здесь 25 и 75 крючков. вот, допустим, давайте я сейчас возьму один из крючков и покажу, как он оформлен симпатично. Вот. Видите, крючок. Задача крючка подавить разум, сделать марионеткой. Я его изображаю в виде огня и крючка. И вот здесь написано «Ты сам-то понимаешь, Альберт, что ты говоришь в этом уроке?» Я слышу манипуляцию, которые меня пытаются усомниться в весе моих слов, чувствовать себя не в порядке перед собеседником и послушно выполнять те просьбы и команды, которые он мне говорит. Сейчас повиноваться. Но я выбираю думать, что все в порядке, и то, о чем я говорю, имеет реальное отношение к жизни, чувствовать радость по этому поводу. И я задаю уточняющий вопрос. А что конкретно из сказанного выше вызвало у вас такие мысли? Давайте обсудим. Видите, то есть есть возможность, новые идеи, слабее старых привычек, тренироваться, потому что человек, тренируясь, обеспечивает себя навыком, чтобы иметь возможность применять его в жизни. Но этот тренажер, защитись, договорись и насладись, он не является. Кстати, здесь можно и даже на это прием использовать. Я слышу, как Альберт приглашает меня думать, что только с этим тренажером я смогу противодействовать манипуляциям, чувствовать непреодолимое желание поскорее его приобрести и иметь под рукой и узнать, как я могу о нем подробнее узнать. Но я умный, свободный человек, я выбираю думать, что и без этого тренажера я могу тренироваться, чувствовать спокойствие по этому поводу, беру вот этот прием на экране и прорабатываю сквозь него те манипуляции, с которыми встречаюсь в жизни. Тоже в порядке, нормально поддерживаю вас. У меня все уроки в онлайн формате в открытом доступе, в которых есть гигантское количество приемов, манипуляций можете использовать. Здесь же это прекрасная работа типографии, карточек в отличном качестве, 150 отзывов и в рейтинге на Озоне именно тех, кто приобрел этот тренажер и регулярно им тренируются, постоянно отмечают меня в сторисах, где участники тренируются друг с другом самостоятельно и внедряют в жизнь полученные знания, я искренне рад быть полезным. Вы можете и самостоятельно тренироваться, уже используя приемы, которые показываю я здесь, а как узнать подробнее об этом тренажере, защитись, договорись и насладись авторский тренажер Альберта Сафина. Моя разработка, которой я горжусь. Я рад говорить о ней снова и снова. С вами Альберт Сафин, я чувствую радость, завершив работу над этим выпуском. Ссылку на подробную инструкцию к этому тренажеру я укажу в описании. Там такая инструкция, прямо как космическому кораблю. Серьезная, потому что тема коммуникации, она имеет важное значение в жизни каждого. Смело пишите в комментариях, а что было для вас самым полезным в этом уроке. Уважаемые коллеги, зрители, я благодарю вас за внимание. До скорых встреч, мои дорогие. Пока.